Друзья, снова здравствуйте! В нашей импровизированной студии медиагруппы Аванграфт сегодня замечательный гость Александр Михайлович Шойтов, заместитель министра цифрового развития Российской Федерации. Добрый день! Сегодня мы предлагаем обсудить вопросы кибербезопасности, в том числе массовой. И вообще от себя лично и от всех хочется сказать, что руководители Минцифры так запросто, очень демократично общаются, так сказать, выходят в люди и информационная тема вообще, информационная безопасность тема сложная, во многом даже закрытая и пропагандировать ее так достаточно непросто. Расскажите, пожалуйста, как ваше министерство, как Минцифры строят работы по пропаганде кибербезопасности среди широких масс? Какие, может быть, подходы, форматы, приемы используете? Два основных направления, по которым у нас в федеральном проекте есть мероприятие соответствующее. Первое – это повышение уровня киберграмотности для государственных служащих. Вот, эта тема как раз, значит, направлена на государственных служащих, собственно, по той роду деятельности, которую они осуществляют. Основные простые навыки, первый этап у нас прошел эффективно, мы, значит, порядка больше, чем 50% государственных служащих, которые у нас есть в стране, уже прошли этот курс. Вот, ну, здесь, например, можно выделить в базовом мероприятии, значит, получение фишинговой рассылки, соответственно, на адрес почты госслужащего, чтобы он правильно, например, на ее реагировал. И второе – блок мероприятий, это вот в чистом виде кибергигиена, он рассчитан на обычных граждан, там три возрастные группы до 18 лет, 18-45, соответственно, 45 плюс. Если говорить про взрослых граждан, то это, конечно, в существенной степени, значит, как противостоять мошенничеству, то есть, это люди, которые с деньгами уже, да, как им правильно действовать, например, когда на них выходят телефонные мошеннички. Ну, а для молодых граждан, это на их соответствующих форумах и порталах, мы уже учим, ну, как им противостоять, например, вот кибербуллингу тоже, как действовать, как им также придумывать правильные пароли, но именно с акцентом уже на этот возрастной групп. Да, вот я сам лично даже пользовался сервисом Киберзош, чтобы проверять сайты на безопасность. Замечательный ресурс, тоже всем рекомендую. Ну и вообще, Россия, можно сказать, во многом цифровая страна, цифровое государство, ну и само понятие цифрового государства – это такая достаточно новая, хрупкая система. Вот, как устроена ее безопасность, хотелось бы услышать, вот, если представить, что сегодня здесь не только эксперт по информационной безопасности, а вот простые граждане, вот простыми словами. Ну, я бы сказал, все-таки, наверное, не хрупкая, она очень сложная, и на самом деле не только у нас, а во всем мире, соответственно, так. Ну, если про масштабы говорить про всей страны, да, это координация с самого верха, президент, совет безопасности, регуляторы, значит, органы власти, критическая информационная инфраструктура, ГИСы, персональные данные, защита от мошенничества, то есть это огромная сложная структура. Ну, а по-простому, ну, смотрите, наверное, так, значит, если мы берем конкретный гражданин, он пользуется какими-то услугами, и вот кто-то пытается подменить эти услуги, чтобы у него какие-то деньги, там, например, украсть. То есть вместо легального обращения к нему, там, от банка или еще кого-то, кто-то пытается ему, значит, войти, либо программы, либо по телефону, как-то эти деньги украсть. Вот как противостоять? То же самое, ну, только в государственном масштабе, да, это, например, компьютерные атаки или компьютерные вирусы. Есть уже сложная система КИИ, но, тем не менее, в нее какие-то злоумышленники, это уже не отдельные, может быть, мошенники, а группировки такие профессиональные, они пытаются туда, как вместо легальной правильной программы, внедрить компьютерный вирус, который будет вредить. Ну, и меры противодействия, какие надо, во-первых, правильно саму систему строить, это одна из мер, да, ну, здесь, конечно, в меньшей степени конкретно гражданину вопрос, да, государству, которое строит и защиту КИИ, и защиту самих госуслуг. И второе, это уже как реально прямо противодействовать, это в масштабах государства, это система противодействия компьютерным атакам, да, а для каждого конкретного гражданина, это же ему нужно вот как раз не поддаваться этому мошенничеству, правильно себя вести. Друзья, напоминаю, что с нами сегодня Александр Михайлович Шойтов, замминистра цифрового развития Российской Федерации. Ну, а можно ли как-то оценить, насколько прочна и устойчива наша система и структура информационной безопасности в стране? Да, она прочна и устойчива, об этом прямо свидетельствует 22-й год и 23-й начало, о том, что у нас реально с февраля-марта 22-го года были масштабные, скоординированные компьютерные атаки на нашу инфраструктуру, и тем не менее, в целом инфраструктура устояла, каких-то глобальных коллапсов мы не видели, ситуация сложная, но, значит, мы прямо выстояли здесь. Да, и могу по личному опыту подтвердить, что вот в прошлом году вместе с вами участвовал в совещаниях, где как раз обсуждались вопросы обмена опытом и передачи нашего опыта другим странам. И потому что наша страна действительно сейчас такой пионер, с которого можно брать пример. Но как развивается, как изменяется система безопасности нашей страны информационной? Ну, в первую очередь, наверное, я бы сказал, это 22-й год, это совершенство системы информационной безопасности, 250-й указ, 160-й указ, 166-й указ, технологическая независимость, это наш трек ближайший, очень сложный. То, чем непосредственно сейчас министерство занимается, это важный аспект именно безопасности персональных данных, я бы выделил, да, здесь, значит, вот разработан и надеемся, что в ближайшее время будет принят законопроект о оборотных штрафах, потому что они неадекватны само нарушение мерам, которые сейчас действуют. Также законопроект о уголовной ответственности применительно к тем, кто уже не плохо защищает свои персональные данные, ну, и те, которыми он является оператором, а именно тех, кто прямо, значит, пытается похитить или создает условия для этого. Да, спасибо большое. Сейчас предлагаю немножко обсудить Национальный технологический центр цифровой криптографии, который мы уже с коллегами сегодня начинали обсуждать. У нас в гостях был сегодня Игорь Федорович Качалин, с ним тоже очень платформно пообщались. Да, известно, что в конце прошлого года был создан НТЦ ЦК, и вот хотелось бы от вас узнать, услышать, какие надежды вы возлагаете на Национальный технологический центр цифровой криптографии, что он, собственно, из себя представляет, зачем создан, ну и когда начнет работать уже полноценно. Сама автономная некоммерческая организация создана в конце 22-го года, в декабре, 29-го декабря. Давно готовили этот проект, значит, он был в федеральном проекте информационной безопасности по экономике. Значит, основные цели здесь собрать на одной площадке научное сообщество регуляторов и бизнес, соответственно, и как с точки зрения, значит, представителей бизнеса по информационной безопасности, так и IT. Значит, это сфера, так называемой, внедрения гражданской криптографии. То есть традиционная модель, когда создается информационная система, потом система информационной безопасности, потом она, значит, согласовывается и регулируется. В текущих условиях, когда у нас уже масштабно вся система цифровой экономики, это вся страна, фактически она неэффективна. Поэтому вот было предложено такой единый центр притяжения, значит, это автономная некоммерческая организация, учредители Российской Федерации, сейчас три компании, лидеры в области разработки средств криптографической защиты информации. Наблюдательный совет, здесь будет вхождение большого количества представителей федеральных органов исполнительной власти. Мы решаем задачи именно внедрения современной криптографии, которая разрабатывается в существенной степени, конечно, с учетом специфики технологии двойного назначения в специализированных организациях. И у нас хорошая криптография. Речь идет о том, чтобы ее максимально быстро и эффективно внедрить, чтобы гарантировать необходимую защиту информации с одной стороны, с другой стороны, чтобы это было быстро, как я еще раз повторюсь, и экономически эффективно. Ну и судя по угрозам и рискам, с которыми столкнулись в прошлом году, создание ТЦК стало очень своевременным и очень правильным решением, и будем следить за его работой, решением задачи и активно в этом тоже принимать участие. Да, первые результаты ждем к концу 2023 года, а полноценная инфраструктура техническая будет создана в 2024 году, к концу года. То есть он заработает уже совсем полноценно в конце 2024 года. Отлично. Ну и хотелось бы немножко поговорить о современных технологиях. Сейчас много говорят про искусственный интеллект и про его возможности. Хотелось бы ваше мнение узнать по этому поводу в разрезе, конечно же, вопросов информационной безопасности. Но технологии искусственного интеллекта, вообще говоря, достаточно давно появились, машинное обучение и так далее. Но развитие вычислительных средств, вот как раз последние, наверное, десятилетия, может быть, два десятилетия, действительно дает кардинально добиться новых результатов по многим направлениям. Распознавание речи, распознавание видео, например. И вообще может, конечно, очень большую пользу принести. Поэтому необходимо, конечно, обязательно внедрять эти технологии. Об этом, собственно, все. Но и это указание непосредственно президента Российской Федерации о том, что это нужно делать. Искусственный интеллект действительно несет ряд существенных рисков информационной безопасности. Это во всем мире обсуждается. И готовых полноценных решений прямо по всем направлениям нет. Но существенные подходы есть. Поэтому здесь вот как раз действительно нужно, во-первых, закладывать необходимые меры информационной безопасности прямо на ранней стадии разработки соответствующих решений искусственного интеллекта. Вот это первое. И находить баланс по скорости внедрения этого искусственного интеллекта с учетом вот этих вот ограничений. Ну и об этом и во всем мире говорит. Два направления выделил. Первое – это безопасность самих данных. В том числе первое, если говорить про персональные данные, это вопросы обезвлечивания персональных данных. Они, значит, в существенной степени научно сейчас проработаны. Но как бы у окончательных прямо решений, которые еще нет, вот они на подходе. В том числе мы в НТЦЦК планируем выдать одни решения к концу этого года и, соответственно, в следующем году. И второе – это безопасность самого искусственного интеллекта с точки зрения его функционирования. Здесь принципиально ситуация меняется. В случае, когда мы не просто используем искусственный интеллект для помощи или аналитика человека, а когда мы уже начинаем передавать право в определенной степени или полностью искусственному интеллекту принимать решения. Ну, например, управление транспортными средствами. Здесь, конечно, это кардинальная грань, и здесь нужно все исчерпывающие меры принять. Ну, действительно, беспилотные автомобили и другие критические системы с искусственным интеллектом, когда на них смотришь, возникает много вопросов, рисков. И сейчас активно обсуждается вопрос принятия кодекса этики в области искусственного интеллекта. И с этим, собственно, вопрос. Когда он планируется, чтобы он будет принят? Вообще разработан ли этот кодекс и зачем он нужен? Кодекс занимается разработкой у нас коммерческой организации. Все-таки, в первую очередь, здесь ассоциация больших данных, другие. То есть, это проект не прямо государственный, а проект, скорее, коммерческий. Аналогичный кодекс также разрабатывается в других странах мира. Вот, значит, это добровольное регулирование или саморегулирование. Некоторые, если присоединяешься, то ты выполняешь определенные, соответственно, требования. Это очень важная и хорошая инициатива. Но тут хочу подчеркнуть, что это обязательно должно быть дополнением к государственному регулированию. То есть, вот в критических областях, о которых мы с вами только что говорили, конечно, нужно непосредственно прямое государственное регулирование. И здесь не кодекс, а прямо ты пока все точно не выполнил, то тебя не допускают, не лицензируют, не сертифицируют, ты не можешь эксплуатировать соответствующие решения. А в дополнительной сфере, где не столь критично, конечно, это будет хорошо. И эти два направления, они должны в итоге сходиться. То есть, мы с одной стороны где-то жестко регулируем, а с другой стороны сам бизнес находит решение. И когда они сойдутся и будут приемлемы для тех и других, вот это вот итоговый правильный баланс, с моей точки зрения. Спасибо большое, Александр Михайлович, за исчерпывающий ответ. Ну и немножко хочется вернуться к нашему предыдущему тезису. Про оборотные штрафы мы уже начали немножко говорить, вы эту тему затронули. И вот хочется знать, когда планируется принять соответствующий законопроект об оборотных штрафах. Ну и, может быть, подсветить какие-то другие инициативы, которые в ближайшее время нам стоит ждать, в том числе от Минцифр. Ну, наверное, я вот сказал, две базовые здесь инициативы, если по персональной данной, это оборотные штрафы. С одной стороны, да, мы вообще ожидаем, что вот в эту сессию они будут приняты. В целом, консенсус здесь достигнут, хотя, конечно, тема очень сложная и достаточно тяжелая. Потому что очевидно, что нам нужно кардинальные меры принимать, а когда кардинальные меры принимаешь, ну, как известно, лишь рубеж, щетки летят, да, то есть перегибов тоже никаких не должно быть. Уголовный кодекс, соответственно, и про персональные данные, также еще, значит, закон о обезличивании персональных данных, также он сейчас в целом, он готов. Тоже рассчитываем с коллегами из Государственной Думы, что удастся им вот в эту сессию принять. Да, спасибо, будем ждать. И еще один вопрос. Вот 10 февраля стартовала пилотная программа «Багбаунт» для госуслуг ЕСЕ. Можно ли говорить о первых результатах? Ведь первый этап был рассчитан на три месяца. Каковы перспективы расширения программы на все государственные информационные системы? Да, первое, ну, по поводу пилота и его итогов. Да, действительно, мы взяли свои информационные системы и провели соответствующий пилотный проект. Можно говорить сейчас уже, что это успешный пилотный проект. Действительно, ну, первое, мы не разрушили свои информационные системы, то есть эта процедура прошла под контролем правильным государством при организации, значит, платформ, соответствующих коммерческими структурами, было привлечение вот конкретных хакеров к тестированию уязвимости информационных систем. Второе, действительно, достигнута эта не пустая процедура, то есть были обнаружены ряд существенных уязвимостей, значит, устранение которых, ну, будет точно способствовать повышению информационной безопасности этих систем. Вот это второе. Третье, общее регулирование здесь достаточно сложная тема, с моей точки зрения, и практика мировая тоже достаточно сложная, очень по-разному это делается, где-то это полностью государственные платформы, прям жестко контролируемые, где-то это вообще свободная зона, и каждый делает ее как хочет. Но я бы здесь программу «Багбаунти» все-таки немножко вложил внутрь другого проекта, когда мы говорим о том, что мы привлекаем, не государство проводит оценку защищенности, а мы привлекаем ведущих коммерческих компаний. Ну, и в принципе, кого-то привлекаем. Вот, значит, у нас есть такой проект по 250-му указу, ключевые компании должны были провести независимые анализы. 860-е постановление, тоже у нас пилотные проекты, нам его сейчас продлили, значит, он заключается в том, что мы проводим оценку, значит, некоторых информационных систем, и в данном случае привлекая коммерческие компании под неким, значит, в рамках технических заданий контролем государства. Здесь я бы говорил примерно о том же, только здесь у нас не крупная компания, а мы та же крупная компания, но она еще не сама, а организует участие в этом, соответственно, привлечения хакеров или всей общественной. Использовать, соответственно, надо здесь все ресурсы. Какого-то принципиального здесь отличия я не вижу. Но специфика определенная есть тем, чтобы разделить правильно ответственность в случае, если, не дай бог, что-то произойдет. Но здесь есть другой аспект, который я принципиально хочу, конечно, обратить внимание, что это только один из элементов вот этой комплекции системы защиты информации. То есть мы тестируем уязвимость системы, находим эти уязвимости. Если это еще делается по техническому заданию государственной крупной компании, она может рекомендации выдать, как закрывать. Конечно, конкретный хакер, у него вообще такой задачи не стоит, он исключительно, он нашел какой-то уязвимость, говорит, вот она есть, что дальше делать. В этом смысле и вопрос измеримости. Насколько в системе, сколько найдено уязвимости, оно уравнивает. То есть это примерно похоже на краш-тест автомобиля. То есть если мы будем делать краш-тест автомобиля старого, 20-летнего, который разломается, или современной, самой последней модели, но в котором просто были почему-то выключены тормоза, и он также сломается, то совершенно, ну, это две совершенно разные истории. В первом случае надо их просто включить, а во втором случае нужно перестраивать всю систему, заново ее делать. Вот, к сожалению, у нас вот систем таких вот старых и слабых в стране достаточно много. Вот это тоже очень важный момент. Да, ну, вопрос очень важный, очень нужный, да. Есть, конечно, нюансы, которые стоит прорабатывать и обращать на них пристальное внимание, но уверен, что эта инициатива продолжится, да, и принесет всем только пользу. Ну, и в заключение, Александр Михайлович, просьба, несколько слов, несколько пожеланий всем участникам нашего сегодняшнего мероприятия. Ну, если мы говорим про хакеров, то, конечно, быть белыми обязательно, да, которые здесь. То есть сейчас это вообще неприемлемо, ну, потому что мы в таком ситуации, страна, находимся, собственно, у нас специальная военная операция, и если говорить о том, что, ну, кто-то занимается какими-то кражами в обычное время, это кражи, да, а если это военное время с учетом того, это мародерство, совершенно по-другому наказывается. Поэтому, конечно, вот с одной стороны, а с другой стороны ваше участие, конкретное личное, действительно может прямо способствовать безопасности нашего города. Это вот хакеры. Ну, а гражданам цифровой безопасности максимально. Я бы тут так вот сказал, коллеги, вот, если, опять же, вот возвращаться ко всем, да, массово, значит, вы когда осваиваете конкретную новую информационную технологию, ну, вот у себя ставите какую-то программу на смартфон, если это просто элементарная вещь, она никаких денег у вас не может взять, тогда мне можно относиться спокойно. Как только вы повышаете, ставите банковское приложение, записываете туда карточку свою, которая там действительно реально большие деньги, ну, вот тогда возьмите и полноценно разберитесь с этим. И тогда ваша безопасность существенно возрастет. В общем, все пошли разбираться, да. Большое спасибо, Александр Михайлович, за это очень познавательное и исчерпывающее интервью. Да, желаем вам успеха, желаем всем участникам интересных докладов и плодотворного общения. Спасибо.